Здравствуйте, дорогие читатели! Моя Максанская библиотека номер 6 имени Георгия Алисеевича Скребицкого предлагает книжный видеообзор «Уютный мир» романа Фенни Флэг. Фенни Флэг – американская актриса, писательница и комедиантка. Родилась в американском городе Бирминга. Настоящее имя – Патриция Ни. В начале своей актерской карьеры ей пришлось сменить имя, так как, несмотря на звучность, также звали обладательницу Оскара. Всеми книголюбами она любима за удивительные, теплые истории, подборку которых мы вам и предлагаем. Заваривайте чай и вперед покорять книжные миры. «Жареные зеленые помидоры» Фенни Флэг практически после первого же издания на русском языке стал культовой книгой в России. За два десятка лет роман пересдавался много-много раз. Но и сегодня его популярность чрезвычайно велика. «Жареными зелеными помидорами» зачитывается уже, наверное, третье поколение читающей публики. Роман встает в один ряд с великими американскими книгами. Субит Пересмешника и Гербриена Финна. И уже одно упоминание книги Флэг в таком ряду свидетельствует о ее силе. И уж совершенно точно «Жареные зеленые помидоры» – это классика американской и мировой литературы. Если приблизить роман Фенни Флэг, то наверняка можно услышать чей-то смех, плач, разговоры, шум поезда, шорох листвы, звяканье вилок и ложек. Прислушайтесь к звукам, пробивающимися через обложку, и вы узнаете историю одного маленького американского городка, в котором, как и везде в мире, переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба и ненависть. История эта будет рассказана с такой искренностью, что запомнится на долгие годы. И роман Фенни Флэг станет одной из самых любимых книг, как стал он для очень многих по всем мире. Ибо великий роман Фенни Флэг есть сама жизнь. Следующая книга Фенни Флэг, о чем весь город говорит. Элмут Спрингс в штате Миссури – маленький городок, похожий на сотни уютных американских городков. Но у него есть две особенности. Во-первых, его придумал Фенни Флэг. Это целая вселенная персонажей, раскиданных по разным романам писательницы, ставших уже литературной классикой. А во-вторых, при городке есть кладбище, на котором происходит нечто странное и удивительное. В 1889 году молодой швед, перебравшийся в Америку, заложил первую ферму. Через пару десятков лет вокруг его дома разрослась уютная деревушка с милыми и работящими жителями. С годами деревушка превратилась в городок. Элмут Спрингс рос, хорошел, в нем рождались и умирали люди. И у каждого была своя особенная история. Великолепная рассказчица Фенни Флэг сотворила целый мир, населенный обычными людьми. Но столь уютный и обаятельный, что каждому читающему ее книги рано или поздно начинает хотеться перебраться в него. Новый роман можно назвать путеводителем по творчеству Фенни Флэг. В нем собрались герои из многих ее книг. От жареных зеленых помидоров, да на бензоколонке только девушки. Это подарок для всех, кто согласен сентенцией Фенни. Жизнь – это дар, а любовь – бессмертна. Жила-была в американской глубинке девочка, и звали ее Дэйзи Фэй. Родители у нее были непутевые. Мама все больше переживала, а папа все больше выпивал. А бабушку хлебом не корми, дай плоту порезаться. А вокруг раскинулся странный и настолько интересный мир, что так и хочется рассказать о нем. И Дэйзи Фэй начинает вести дневник. Записки у нее получаются веселые и печальные, трогательные и дерзкие. Про папу, который вечно носится со странными идеями. То открывает бар, то ловит самую большую в мире рыбу, то набивает чучело. Про папиного друга, который летает на самолете и опыляет поля. Про убийцу, живущего по соседству. Про маму, которая так несчастна, что готова убить папу. Про лысого мальчика, для которого надо украсть парик. Слово про удивительный мир, полный чудес. Дэйзи Фэй и чудеса – первый роман Фенни Флэг. Сильно перекликающийся со знаменитыми жаренными зелеными помидорами. Но еще более светлый и шимящий. Роман Фенни Флэг «Рождество и красный кардинал» – настоящая рождественская сказка. Странная, притягательная, теплая и полная самого обычного волшебства, которое под силу многим. Стоит только очень захотеть. Книга для всех, кто стасковался по доброму слову и красивой истории. Напуганный врачебным диагнозом Освальд Кэмпелл бежит из холодного сырого Чикаго на юг в гостеприимный городок, затерянный ручей, где собирается встретить свое последнее Рождество. Ничего хорошего от захолустья он не ожидает. Но реальность оказывается совсем не такой, как он себе ее воображал. Жизнь в затерянном руче, хоть и размеренная, но весьма необычная и даже странная. И жители городка тоже весьма необычны. Почтальон доставляет корреспонденцию на лодке. В единственном магазинчике хозяйничает маленькая красная птичка по имени Джек. Дамы городка тайно творят добро, объединившись в эзотерическое общество под названием «Крупные горошинки». А сам Освальд оказывается вдруг главной фигурой местной светской жизни. Вместе с приближением Рождества начинают происходить удивительные события, которые изменят не только жизнь Освальда, но и всех обитателей затерянного ручья. Жила-была в крошечном уютном городке Элвун-Спринск маленькая очаровательная девочка, которую все звали Малышка. Но однажды Малышке вместе с мамой пришлось срочно уехать из города. И причины их пекства так и остались невыясненными. Спустя почти 30 лет красавица и умница Дэна делает стремительную карьеру на телевидении. Еще немного, и она станет женским лицом всего американского ТВ. Но за блестящей карьерой и оглушительным успехом скрывается все та же испуганная девочка по прозвищу Малышка. И трагические тайны прошлого по-прежнему не дают ей покоя. Роман «Добро пожаловать в мир, малышка» – самая известная и самая любимая читателями книга Фенни Флэк. Успех этого романа превзошел даже успех знаменитых «Жареных зеленых помидоров». В Америке его назвали «Лучшей книгой года». И именно роман «Добро пожаловать в мир, малышка» упрочил репутацию Фенни Флэк как продолжательницы традиций классической американской литературы. Фенни Флэк – редкая по нынешним временам писательница. Ее нежные, добрые и мудрые книги затрагивают лучшие струны в душе человека. Жизнь – очень странная штука. Только что неутомимая Элнер собралась на фиговое дерево, чтобы набрать сладких, спелых плодов. А в следующий миг она уже энергично общается с Господом Богом и обитателями рая. И пока Элнер наслаждается небесными беседами, на земле творится настоящее свето-представление. Ее нервическая племянница Норма упала в обморок. Ее приятель Лютер рухнул вместе со своим грузовиком в канаву. А соседка Вербена бросилась штудировать Библию. Глядя на все эти безобразия, Господь пришел к выводу, что рано, пока Элнер в рай, пусть разберется с делами земными. Рай, как выясняется, совсем рядом. И Фенни Флэг появилась в нашем мире для того, чтобы писать чудесные, добрые книги, в которых нет ни единой фальшивой ноты. Фенни Флэг из тех немногих писателей, чьи мудрые и поэтичные книги оставляют долгое и изумительно приятное послевкусие. Обаятельная, смешная и щемяще проникновенная проза Фенни Флэг – универсальное средство от хандры. С наслаждением, вживаясь в уютный мир ее романов, сводя короткое знакомство с живыми и узнаваемыми персонажами, мы получаем отличный шанс на время забыть о тревогах и трудностях, окружающих нас в реальной жизни. Субтитры делал DimaTorzok